Силён, чтобы спасать Держит Он ключи И в смерти ад Ему починены Его крови Омыли все грехи Его имя Иисус Его имя Иисус Его имя чудный Советник Великий Бог Все падут И будут прославлять Ведь Иисус К нам придёт опять Судить Он будет Мёртвых и живых Матухий труп Грядёт на облаках Божий Сын Он имеет власть Воскрикнув всем Имя Его Его имя Иисус Его имя Иисус Его имя Иисус Его имя чудный Советник Советник Великий Его имя Иисус Его имя Иисус Его имя Иисус Его имя Иисус Советник Великий Бог. Великий Бог, Советник Великий Бог. Он есть мир окня, Вездесущий Бог, Так прекрасен Он, Восвятители Великий Бог. Советник Великий Бог, Советник Великий Бог, Он есть мир окня, Вездесущий Бог, Вездесущий Бог, Так прекрасен Он, Восвятители Великий Бог. Его имя Иисус, Его имя Иисус, Его имя чудный Советник Великий. Его имя Иисус, 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 Его имя Иисус Успоняемся, Уверяем жизнь тебе, Не взываясь, Успоняемся, а я им жизнь теперь мы взрывай мы взрыва и на слаблях Аминь, прославляем, склоняемся, склоняемся, веряем в жизнь тебе, веряем в жизнь тебе. Мы взываем, прославляем, склоняемся, веряем в жизнь тебе, веряем в жизнь тебе. Мы сейчас будем молиться за финансы. Знаете, я хотела бы молиться за жертвенность. Знаете, жертвенность. Написано, что Иисус сидел в синагоге и наблюдал у жертвенника, кто как кладет. Знаете, я не думаю, что Бог контролировал то, как кладет люди. Но для Бога важна жертвенность. Знаете, мы когда служили в духовной академии, там на кухне были две сестры. Одна приехала из Южной Кореи, она пенсионерка. В прошлом она гинеколог, да? Она не профессиональный повар. Но она приехала, чтобы готовить на 20 человек, да, послушайте меня, на 20 человек готовить завтрак, обед, ужин и два перекуса. Она приехала за свой счет. Она вставала со всеми рано утром, молилась и шла готовить. Кто-нибудь побуждал ее к этому? Нет, да? Кроме «я верю» Духа Святого. Через несколько дней приехала одна жена, кореянка из Москвы, для того, чтобы помогать. Она привезла целую сумку продуктов, для того, чтобы семинаристов тоже покормить. Она вставала и в 6 утра приходила на молитву. Знаете, они молятся на таких, ну вот как у нас, подушечках, на коленях. Все время молиться на коленях. Знаете, сколько ей лет было? 83 года. Она была на первом трездеосе в Пловдиве. Может быть, ее помнит кто-то, Римма Ивановна, она в зале служила. Она была на втором турецком трездеосе, она приехала как тимембо. Она со мной в одном департаменте служила. Я ей говорила, идите поспите после обеда. Она говорила, нет, я приехала служить. И она приехала, прилетела в семинарию для того, чтобы помочь на кухне. И знаете, она нам помогла, если бы не она, она, оказывается, преподавала в институте московском. Я говорю, вы умеете принимать экзамен? Нам надо в Болгарию, если мы будем принимать экзамен, мы ночью приедем. Она говорит, конечно, я педагог. И мы такие, аллилуйя. Вот вам тесты, вот вам ответы на тесты. Пожалуйста, примите экзамен. 83 года. Это жертвенность. Жертвенность. Вы знаете, Бог стоит и сегодня, и наблюдает, и наблюдает за нами. Как мы живем? Мы живем для того, чтобы себе, 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 или для того, чтобы проявлять жертвенность. Знаете, где огонь, куда огонь снисходит? Мы смотрели на жертву, да? На жертвенные сердца Бог дает огонь. Написано, Бог восполнит всякую нужду. Он сегодня, вчера во веки, и сегодня тот же самый Бог. Он восполнит всякую твою нужду, но Он смотрит на твое сердце и говорит, ну, давай, жертвуй, давай, помогай людям, давай, возьми чьи-то бремена. Ты видишь чем-то? Знаете, у меня новый пиджак был, в Заре купила, ну, не дешевый. И в последний день нам уже выезжать, а Бог говорит, подари его супруге. И у меня такой, знаете, блин, ну я же его вообще не носила. Знаете, ну, в разуме это всегда же жаба, да, начинает. Дарить, не дарить, блин, он же у меня этот. А потом, а я думаю, вдруг не подойдет, да, она же маленькая, да. И всегда надо основываться на том, что тебе сказал Бог. Тебе Бог сказал, сними пиджак и подари. Сними пиджак и подари. Сними пиджак и подари. И я подарила, знаете, я приобрела подругу. А еще Бог мне сказал, она убирает, она моет там комнаты. А еще Бог сказал, перед собранием быстренько иди пропылесось, постельное белье сними, в стиралку загрузи и полы помой. И мы уже выехали, я ей написала, там все чисто, прибрано, постельное бюро в стиралке. И она мне пишет, самоним, вы первая, кто это сделали. И я знаю, что я приобрела Господа. Ну, слава Богу, Духу Святому Он мне сказал это сделать, да. Это не то, что я хорошая. Знаете, я сейчас хочу просто молиться за жертвенность, чтобы мы стали жертвенными, чтобы мы не были мне, мне, мне. Мне не дали внимания, мне не дали чая, мне не налили, еще что-то. Иди первый чай налей. Всем. Аминь. Мы, кстати, привезли с Китая конфетки, угощаем. Мы привезли кофе, какой-то, сами не пробовали, кокосовый кофе какой-то или кофе с кокосовым молоком. Да, сейчас будем все пробовать. Давайте будем молиться за жертвенность. Аминь. Аллилуйя, Господь. Мы жертвенная церковь, Господь. Я верю, что мы приобрели это здание, Господь, потому что, Божий Господь, потому что Ты вкладывал, Господь, народу Своему жертвовать. Но, Господь, мы горим и хотим быть еще более жертвенными, Божий Господь. Дай нам не зажимать, Господь, благословение, но пускать хлеб по водам. Ты сказал, пускайте хлеб по водам, чтобы впоследствии, впоследствии он вернулся к нам. И это духовный закон. Чем больше мы сеем, тем больше мы получаем. Давайте провозгласим сейчас. Чем больше мы сеем, тем больше мы получаем. Давайте еще раз. Чем больше мы сеем, тем больше мы получаем в Господе. Аллилуйя, Боже, Господь! И я прошу Тебя, Боже, благослови эти финансы, которые мы сегодня приносим, Господь, также к ногам Твоим. И это есть жертва, потому что, Господь, кровью и потом мы зарабатываем это, да? Потому что, Господь, мы вкладываем, это наш труд. И когда мы приносим финансы Тебе, то это есть жертва. И огонь Твой сходит на эту жертву, Боже, Господь. Благослови и воздай, дай нам видеть сверхъестественное обеспечение, Боже, в наших семьях. И мы молимся во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Аминь. Аминь. Давайте апостольский символ веры прочтем. Хорошо, что мы его учим. Мы приехали на память. Да, мы приехали, кстати, в семинарию. Они говорят, ну давайте в субботу служение.